Приветствую! Сегодня я вам расскажу о трех вещах, которые позволят вам Google Adwords держать показатель качества на высоте. Зачем это нужно? Затем, чтобы платить меньше, потому что показатель качества влияет на цену клика. Первое, это соответствие вашего ключевого слова объявлению, то есть желательно, чтобы ваше ключевое слово присутствовало в заголовке объявления. Если оно в заголовок не влазит, такое бывает часто, вы можете использовать его или же в другой строчке, но при этом указав какую-то ключевую часть ключа в самом заголовке, или же просто использовать там неполное ключевое слово, но в заголовке. То есть ваше объявление должно быть релевантно ключевому слову. Второе, но очень важное. Ваша страница должна быть не только технически хорошо сделана, то есть быстро загружаться, работать хорошо, отображаться на мобильных устройствах, она должна еще и продавать. То есть человек, который пришел на ваш сайт, должен спокойно, без проблем найти все, что ему нужно и заказать. У вас не должно быть какой-то запутанной навигации и так дальше, потому что проверяются эти страницы не только автоматическими методами, а еще вручную. Модераторы заходят и смотрят насколько ваша страница отвечает каким-то им определенным требованиям и насколько ваша страница подходит под них. То есть вам нужно следить как за техническими параметрами страницы, это скорость загрузки и адаптивность к мобильному допустим, но и затем как эта страница выглядит и насколько удобно она вашему посетителю, потому что контекст сам по себе не продает, продает целевая страница. Третье, но опять же важно, это соответствие контента вашему ключевому запросу. То есть все знают, что контекст он не так требователен, как SEO к ключевым словам на странице, но на самом деле это не так. Если вы имеете два ключевых слова, которые по смыслу одинаковые, но по написанию разные и одного ключевого слова на контенте странички нет, то такое ключевое слово будет иметь показатель качества ниже, чем первое, потому что оно не четко соответствует контенту страницы. Давайте на примере посмотрим, как это может быть. Итак, давайте посмотрим на самом примере. Вот, как вы видите, есть ключевой запрос вышиванка для детей. У него показатель качества в двух соответствиях одинаковые, то есть 7 из 10. При этом есть ключевой запрос детская вышиванка, который вот вы видите имеет 10 из 10 и здесь тоже 10 из 10. В чем разница? Почему такая разбежность? Почему такая? Потому что вот точно такого запроса, да, нету в объявлении и нету на сайте. Вроде бы, да, по смыслу одно и то же, но по факту получается, что нам нужно использовать вот такой запрос детские вышиванки и такой же запрос указывать прямо в объявлении и такое же ключевое слово использовать прямо в сайте. Если мы посмотрим, нажмем сюда, то мы увидим релевантность объявления среднее, качество целевой страницы среднее, потому что в объявлении нет точно такого же запроса и на странице нет точно такого же запроса. Из-за этого мы получаем 7 из 10. Если мы посмотрим вот сюда, допустим, мы увидим, что релевантность объявления выше среднего и качество страницы выше среднего, потому что все эти слова есть точно в таком же соответствии, точно в таком же написании есть на ключевой странице и на целевой, вернее, странице и на непосредственно в объявлении. Поэтому обязательно делайте для вот таких вот разбивайте по смыслу вот такие слова, чтобы у вас конкретно в каждом объявлении показывалась конкретная фраза. И тогда, если мы разнесем вышиванка для детей и детская вышиванка в разные группы и укажем непосредственно вышиванка для детей в, допустим, в объявлении или в заголовке объявления, то, скорее всего, при наличии такого же ключа на сайте у нас будет 10 из 10. Если вы будете придерживаться этих правил, то с вашим показателем качества в Google AdWords будет все хорошо и, соответственно, вы будете платить меньше за рекламу. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте в комментариях. До новых встреч!